Здравствуйте, меня зовут Светлана. И сегодня мы поговорим о том, что нам надо сделать в сегодняшний момент. Как я говорю, я рассказываю о своем, о своей виде деятельности. Вот, чтобы наши куры не жирели. И мы не получили к весне или в ноябре, в декабре зажиревшую птицу, которую только можно пустить под нос. Ожирение птицы очень влияет полностью на всю ее физиологию. Во-первых, первое это, это прекращение яйцекладки. А мы, как знаете, держим курочек, вот даже мясо яичного направления, они не доминанты, они мясо яичного направления. Они все-таки нам нужны больше для яйца, чем для мяса. Для мяса пусть идут петухи. Вот, и надо, как говорится, учитывать эти моменты. Да, вот они всегда голодные, ничего страшного. Вот, ничего страшного, не голодные они. Вот, я кормлю, мое кормление это утром и вечером. Вот сейчас уже начались холода. Как говорится, дожди, погода в этом году нас не балует. Я покормила утром, они за 5-10 минут все съели. Кормушки мы подняли, чтобы они на них не копали, них и не гадили. И все, и ждут вечера. Вечером мы вот спрашивали многих, а сколько вечером, как с работы вот приедем. Когда в выходном, то, конечно, пораньше могу покормить. Когда с работы, то приезжаем в 6 часов и в 6 часов. Кормим мы их на улице. И ту зиму старались кормить вот здесь, вот в этом моем помещении. Вот, что же надо сделать? Во-первых, надо сбалансировать наше питание. Если вы кормите комбикормом, кормите, пожалуйста, я не против. Я кормлю зерноосмесью. И как определить, зажирели мои куры или нет? Я тоже, когда начинала, кормила их, как говорится, на убой. Вот этот таз громадный полностью и днем давала, и все им поломала, что даже они съедали. Я думаю, господи, почему же они такие голодные? Но в конце концов, они же у меня вообще не занеслись. Это мой первый настоящий опыт. И когда вскрыли, там все внутренности были в жиру. Во-первых, ожирение плохо влияет на их иммунитет. Куры становятся малоактивные, больше жрут, как говорится, меньше спят. И начинаются сразу проблемы со здоровьем. Ожирение печени начинается. Ожирение, когда вы скрываете там желудок весь прямо в жиру. Ну, тяжело уже, как говорится, выйти в хорошем направлении, чтобы вернуть ее к нормальному существованию. Что будем делать мы? У меня где-то рассчитывается приблизительно, но я уже на глаз, как говорится, знаю. Где-то у меня сейчас зима начнется, все-таки 120-150 грамм на голову. Но я стараюсь много вводить. Вот у меня кормовая свекла. Я ее тру. Кабачки я показывала, тру. И зерносмесь. Зерносмесь с трубями. Все. Хлеба я стараюсь не давать. Хлеб, если остается у меня, у меня съедают гуси. Это им как конфеты, чтобы они шли назад. Вот это они очень любят. Этим хлеб не перепадает. Даже вот слойский хлеб, что я пеку, я стараюсь им не давать. Все-таки отход мучного они очень быстро жиреют. Вот. И когда вот, например, идет выбраковка птицы, вот скоро надо начинать. Сейчас вот чуть-чуть разделаемся с огородом. Вот. И когда мы вскрываем ее разделами, я смотрю, если там жира вообще чуть-чуть, прямо вот прямо там вообще чуть-чуть, то значит я кормила хорошо. Ничего не перекормила. Хотя вот в моем стаде были вопросы, как рассчитать. Видите, у меня доминанты. И видите, у меня легорные. Они, конечно, сейчас грязные, потому что, я говорю, погода, вот только минут 30 назад было солнце. Просто не успели. А теперь опять все захмарило. Вот. И сейчас не оглянешься, опять ливанят. Вот. Ничего в этом году, несуразность какая-то. Вот. И вот как определить, какая съест больше курицы, какая меньше. Я, как приладилась, я ставлю больше кормушек. То есть они у меня, чтобы они все могли подойти. Хотя они чумовые, бегают от одной к другой. Но чтобы было место. Потому что легор все равно больше не съест. У нее и по строению зоб не такой вместительный, как у доминанта. В любом случае. Он съест свою дозу и все. И все. Вот видите, потому что, я говорю, моя ошибка. Не надо их кормить. Это лично мой опыт. Не надо их кормить в обед. Еще давать что-то в часов 10. Вот они ходят. Вот видите, у меня, да, везде здесь солома. Вот сейчас чуть посыпали им, почистили. Потому что, я говорю, что сыпем, льемся. Опять все заливает дождь. Опять все это мякнет. Вот. И больше, конечно, вот овощей. Я говорю, не зря я сажаю кормовую свеклу, кабачки, тыквы. Тыква у меня уже подвешена в сарае. Вот. Кабачки я им тоже тру. Вот. Обязательно. Не надо их, как говорится, жалеть. Это птица. Вы же понимаете, что в природе вы не найдете ни одну зажиревшую птицу. Вот, поймаете, и воробья, но он не будет жирен. Потому что еще они в движении. Не забываем. Кто-то вот писал, что мало гуляют. Мои гуляют и зимой у них лас открыт. Потому что закрывают только, когда минус 25. А так они сами заходят, когда мы на работе, и сами выходят. Вот. Они должны двигаться. Поэтому у меня здесь всегда солома, сено из-под кроликов. Я здесь еще, когда чистую сделаю, подстилку меняю, практикую, сыплю им просто зерном. Например, с овсом, пшеницей, без разницы что. И они копаются. Им надо двигаться. Если они не будут двигаться, все-таки пища, как в любом случае, она является для них калорийной. И они начнут жиреть. Особенно вот сейчас момент, когда многие линяют. Им надо, как говорится, витамины для оленьки, и они не несутся. Чем больше мы их кормим, тем больше они начнут жиреть. И выйдя из линки, они, конечно же, могут не занестись. Я говорю, это просто я прошла на своем опыте, на своих ошибках. Вот они ходят, ищут. Им сейчас, да, я не сожру даже корову, как я скажу. Без разницы. Хотя забы, у них не пустые. Вот мы убрали уже. Уже вчера сняли капусту. Мороз у нас был в сентябре, но ждать не стоит. Потому что уже даже многие корни в капусте уже просто на все сгнили. От сырости, от влаги. Такая в этом году у нас осень. Вот. Капустные листья, видите, как я им тут покидала. Это они все поедят. Вот. Капусту я им тоже вешаю. Капуста в этом году получилась средненькая, но ее много нам хватит. Вешаю тоже ее на цепь. Вот сейчас у них там тыква висит. Как говорится, сразу глистогонная и витамины. Главное их не перекармливать. У кого 15 курочек, рассчитывайте на 15. У меня здесь же молодняк. Молодняк сейчас кормится еще. Кормушки у них полные. Вот. Сейчас постепенно в октябре начну переселять молодых курочек. И тогда им здесь лафа кончится. А петухи останутся на откорм к Новому году. Так что не допускайте, чтобы ваша птица все-таки жрела. Не надо ее жреть. Если видите, что... Как еще вот определить? Можно курочку определить, конечно, по весу. У каждой птицы более-менее есть стандарт. Вот это вот доминанты. Они где-то 200-300. Петухи где-то могут доходить до 3 килограмм. Вот. И просто пощупывать. Чтобы вот здесь кель был виден, чувствовался. Вот вы взяли ее и прямо чувствуете ее. Чувствуете ее ребрышки. Нету такого. Весь жир у курочки скапливается у нас в животе. Животик должен быть мягкий. Вы должны прощупывать косточки. Вот эта курочка несется. В ней три пальчика. И тут вот. Видите? Это хорошая несушка. У меня. Тихо. Тихо. И вот просто по весу возьмите. И вы почувствуете, что курочка не зажиревшая. Курочка несется. Видите? Мы ее отпустим. Так что надо сделать все, чтобы наши... Пусть они нервничают сегодня. Чтобы наши курочки не жрели. И чтобы они к весне у нас перелиняли. Вот сейчас эти блинки, сейчас что у нас? Октябрь, ноябрь, чтобы в декабрю, к Новому году мы были действительно с яичком. Пусть они спокойно перелиняют. Вот. И будут нестись. Вот. Видите развлечение моим птичкам? И так я им вешаю по необходимости. Или тыкву, или капусту. Вот пока будет капуста. Во-первых, это движение. Вот про что я говорю. Вот и здесь солома всегда сыпется сверху. Поэтому я очищу раз в неделю, чтобы была возможность... Видите, курочка поет. Чтобы была... Это значит, курочка скоро снесется. Чтобы была возможность, как говорится, им покопаться в сене, в соломе. Вот. И движение. Чтобы они тратили калории. Жирение наступает из-за того, что наша птица не тратит калории, как и мы с вами. Вот что я хочу сказать. Вот. Мы если двигаемся, то начинаем худеть. Вот. Видите? Мне то не понравилось, я и пошла в другое искать. Вот у меня по этому 8-10 гнездушек на моих курочек. Вот. Пока им хватает. Ну и ну раз сидят даже по 3 в одном гнезде. Они тут привередливые. Вот я говорю, не режу ничего. Привесила тыкву на цепь. Также и капусту вешаю. И все. Завтра утром встану, ничего не будет. Еще и дерутся. Там дырок... Они прокалывают дырки, как на Хэллоуин. Делают глаза. Выклевывая все внутри. Сначала они созгут все внутренности. Семечек. А потом уже съедается даже полностью все. Ничего не остается. Только вот хвостик этот остается, на котором я привязываю. Ну что ты никак не усядешься, а? Ну вот смотрите, ходит все. Видите? Ни одно гнездо не подходит. Там прошла, тут прошла. Не дави сейчас яйца подавишь. Не убрала еще раз. Сейчас вот тут, наверное, яиц побольше усядется. Они, конечно, любят сидеть, где уже яйцо лежит. Там и они садятся. Но, говорится... Не, опять не нравится. Опять выходит. Так что, будь вопросы, задавайте. Я лично говорю о своем способе кормления и как я делаю, чтобы мои куры не зажирели, не жалеем их. Ничего, поели утром, поели вечером. Им достаточно. Это птица. Не надо ее кормить, чем не надо. И все будет хорошо. Кто кормит комбикормом, пожалуйста. Я рассказывала о своем кормлении. У меня зерна смесь, которую я составляю сама. Вот, сейчас вводим дрожжевание уже. Я говорила об этом. Так что, жду ваших вопросов.